В Петербурге недалеко от Петропавловской крепости появилось граффити с Навальным уже к 9 утра. На место приехала полиция и следственная группа, а затем стрит-арт закрасили. Изображение оппозиционера нарисовали на трансформаторной будке в Пушкарском саду на Петроградской стороне, недалеко от Петропавловской крепости. Рядом с рисунком была надпись «Герой нового времени». За основу рисунка взяли момент суда 2 февраля, когда Навальный сложил пальцами сердце и показал его сидящей в зале жене Юлии. Вот такая картинка изображения Санкт-Петербурга. Тот, кого нельзя называть и тот, кого нельзя показывать. Алексей Навальный по-прежнему в заключении. Это, кстати, тоже один из моментов, один из вопросов отношений между Россией и Европейским Союзом. Европейский Союз требует освобождения Алексея Навального, но он по-прежнему находится в заключении. А на связи с нами Прага, политолог и публицист, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова в Карловом университете Александр Морозов. Добрый день, Александр. Добрый день, здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор об отношениях между Западом и Россией, Европейским Союзом и Россией. Перед этим говорили об отношениях между Литвой и Россией. Но вот если говорить о том, его по-разному называют виток, конфронтация, этапе, он начался с расследования в Чехии, потом последовала высылка десятков дипломатов с одной и другой стороны. Какая ситуация сейчас, Александр, в Чехии, в Праге, вот политическая на данный момент с этим вопросом? Ситуация замерла в каком-то смысле временно на той точке, что Кремль выслал 20 дипломатов. Это был непропорциональный ответ, потому что были высланы дипломаты, а не предполагаемые сотрудники спецслужб из Москвы. Хорошо видно сейчас по комментариям российского МИДа, что Москва не ожидала больше вслед за этим ничего, но чешское правительство проявило достаточно большое мужество, я бы сказал, и не испугалась диктата Москвы и ответила встречно ультиматумом и высылкой более 60 дипломатов. И таким образом российское посольство в Праге, в отношении которого многие годы в европейской прессе были публикации о том, что это главный хаб российского шпионажа в Европе, оно оказалось разгромлено практически. Но вот на этой точке пока все остановилось, потому что мы видим хорошо по медиа, что несмотря на то, что президент Земан выступил и сказал, что сохраняются две версии относительно этих двух взрывов на складах в Чехии, но при этом премьер-министр Бабиш и министр внутренних дел Гамачик, они еще раз подтвердили, что правительство ориентируется на одну версию, на ту, которая установлена расследованием. Это расследование, которое, напомню, проводили три службы. То есть это была прокуратура края БРНО, чешская полиция и чешская контрразведка. И, разумеется, в этом расследовании принимала участие расследовательская группа, гражданская группа Белингскет. Как в дальнейшем теперь, на ваш взгляд, по вашему мнению, будут складываться отношения между Чехией и Россией после случившегося, после этого расследования и обмена вот этой высылкой дипломатами? Ну, на политическом уровне они будут развиваться очень плохо, это уже очевидно, потому что в России идет, в медиа, которые контролируются Кремлем, идет такая откровенная кампания, которая запутывает сознание российских граждан, и она одновременно обращена и к чешскому правительству. Поэтому это обвинение в адрес Чехии, при том, что, собственно говоря, материалы расследования, они действительно достаточно убедительны, и на них должна была быть какая-то другая и более разумная реакция со стороны Москвы. Дальше будет, мне кажется, следующее. Мы знаем хорошо, что в таких ситуациях Москва никогда не предлагает никакого урегулирования. Это было видно хорошо в истории с Боингом, где правительство Нидерландов рассчитывало, может быть, на то, что Москва выступит с идеей компенсации, и на этом будет как бы улажен вопрос. Точно так же такая же история была и после покушения в Берлине, где, возможно, канцлер Меркель ожидала, что Путин займет другую позицию и во всяком случае будет как-то предпринимать какие-то меры. Ничего этого нет. Здесь такая же история. Хорошо видно, что на Москве, несмотря на то, что к этим двум взрывам в Чехии сейчас уже прибавились четыре взрыва в Болгарии, и это принимает характер уже, это важно очень подчеркнуть, не просто российско-чешской проблемы, а действительно проблемы между Россией и Евросоюзом. Я думаю, что 25 мая на встрече глав государств Евросоюза это будет обсуждаться, потому что ведь сейчас может выясниться, что к Болгарии еще прибавится какая-то страна, и это очень большая проблема. Так что я думаю, что здесь не следует ожидать теперь нам в Чехии, нам в Праге никакого нового этапа отношений. Замечу, что после этих событий, вот прямо в эти дни сейчас, во-первых, один из старост Пражского района написал письмо мэру Праги о том, что в этом году вообще не допустим никакой въезд, например, ночных волков на 9 мая, не то что в центр Праги, это уже давно запрещено, но просто в Прагу. Кроме того, пражская мэрия настаивает на том, чтобы часть территории, которое занимает посольство после 1968 года, было возвращено городским властям, муниципалитету. Это довольно тоже обоснованное требование, но оно довольно болезненно для Москвы. Почему? Потому что в советский период после вторжения войск Варшавского блока за стеной посольства был занят кусок территории исторического парка под расположение военных. Там стоял военный лагерь советских войск. Ну и потом как-то он ушел от этого лагеря, но территория осталась за посольством в результате в советский период. Теперь это будет оспариваться. Таким образом, здесь довольно много проблем вокруг этого будет дальше. И я думаю, что консульские службы, конечно, будут работать. Они работают и в условиях более тяжелых конфликтов. Но что касается посольства в Москве и в Праге, то, видимо, будет тот сценарий, о котором говорило чешское правительство. Начнем формирование практически с ноля посольств обеих стран. Ну, пока Кремль ведет такую конфронтацию с многими западными странами, с Европейским Союзом, и мы видим по этим расследованиям просто подрывную деятельность. Тем не менее, свое имущество, свои какие-то вклады, деньги эти люди стараются держать где-то в западных странах. Не секрет, что в Чехии у российских, наверное, чиновников и не только чиновников довольно много недвижимого имущества. Возможно ли вот здесь какие-то санкции или какие-то меры со стороны чешского правительства, чешских властей? Ну, я думаю, что ожидание того, что против собственности каких-либо людей будут приниматься политические меры, я думаю, что это абсолютно нереалистично. Потому что это бы нарушало сами нормы Евросоюза в отношении вообще прав собственности. Но надо подчеркнуть, что в том случае, если речь идет о каких-то активах или собственности людей, которые объявлены Евросоюзом в санкциях, или если доказана их причастность к токсичным действиям на территории Евросоюза или тем более в Чехии, то, конечно, в такой ситуации, да, возможны и судебные меры, я думаю, и определенные, и серьезные ограничения. Возможно, даже и аресты активов или собственности. Но это не вопрос сегодняшнего дня. Хочу сказать, что да, глядя на то, как развивается ситуация у Москвы с Евросоюзом, ну, конечно, можно ожидать того, что через год ситуация дойдет до того, что будет ставиться и вопрос об аресте некоторых активов. Вот вы сейчас вспомнили в разговоре и эту информацию о взрывах в Болгарии, где сейчас тоже ведется расследование, мы буквально на днях об этом узнали. Но ведь такие вещи, они не происходят вот буквально там за день-два. Расследование же велось и до этого. Как вы полагаете, это все-таки может быть какая-то планомерная работа в странах Европейского Союза по изучению, расследованию того, скажем, тех действий российских властей? Или все же здесь признаки какой-то такой больше цепной реакции? Вот одни посмотрели, теперь мы посмотрим, что у нас, а дальше мы посмотрим и выясним, может, тоже что-то найдем. Ну, конкретно, что касается вот этой ситуации со взрывами, то здесь простая ситуация. Дело в том, что до покушения в Солсбери в 2018 году собственно не было ясного представления у расследователей относительно состава группы, которая этим занимается. Но поскольку два оперативника военной разведки России засветились в Солсбери очень сильно, одновременно группа Беллинкет установила, что вместе с ними есть группа паспортов, которая выдавалась оперативникам в одно и то же время с одной и той же последовательностью номеров, то оказалось, что известен состав всей группы. После чего, только после 2018 года, в течение 2019 и 2020 года, многие, видимо, спецслужбы и расследовательские группы занимались проверкой того, где люди, обладающие этими паспортами, а они являются сотрудниками специального подразделения, которое занимается действиями на территории зарубежных стран, где они бывали и не связано ли это каким-то образом, не совпадает ли с какими-то криминальными событиями в этих странах. Ну и вот, собственно, таким образом и возникло скандальное расследование в Чехии. Да, надо сказать, что для чешского правительства, для чешского общества это было совершенно неожиданным ударом, потому что одно дело попытки какого-то влияния через бот-фермы или, может быть, ночные волки, которые приезжают, или какие-то бессмертный полк, это все такие вещи, остающиеся в пределах борьбы мнений, так сказать. Но шокирующим было выяснение того, что два оперативника были выяснены, затем было выяснено, что их было шестеро в одно и то же время на территории Чехии в районе склада. Это было шокирующим, потому что представить себе, что, возможно, диверсионная акция со стороны российских спецслужб на территории Чехии в мирное время, тем не менее, вот это произошло, и это большой удар для чешского правительства, несомненно, который к этому был не готов, потому что оно в этот момент, чешское правительство активно обсуждало перспективы российского участия в тендере на обновление атомной станции и ряд других проектов. Все это теперь, конечно, будет остановлено, заморожено. И я думаю, что, конечно, дальше последует, я так ожидаю, что дальше обнаружатся еще какие-то, не обязательно взрывы отменить, но следы присутствия вот этих российских военных оперативников на территории Европы, да, они обнаружатся. Это, конечно, может быть связано и с какими-то попытками отравлений и другого рода диверсионных действий. Ну, тут можно, наверное, вспомнить недавнюю информацию о докладе FireEye американском, где говорится о том, что вот эти действия в информационном пространстве, кибер-какие-то преступления, они уже брали начало где-то с 16-го года, 17-го, и в том числе Литву касались, можно вспомнить один из случаев распространения ложной информации, письма о том, что натовские военные немецкие якобы изнасиловали 15-летнюю девочку и так далее. То есть, видимо, действительно, вы правы, здесь этот масштаб, он со временем будет разрастаться от того, что происходило и происходит, наверное, до сих пор. Но возвращаясь к теме солидарности, да, или действий как Чехии, так и других стран. Вот Литва с другими странами солидаризировалась с чехами и тоже выслала дипломатов. Ну, в ответ, соответственно, мы узнали о том, что отправятся домой как дипломаты Литвы, так и других стран, которые пошли на эти меры. И также услышали о некоем списке недружественных государств, который формируется, то есть его еще нет, хотя уже российские СМИ там делали свои предположения, что туда могут попасть и Чехия, и Литва, и другие страны. Ну, что это за список? Как вообще к нему относиться? Это реальная какая-то ответная мера, или это попытка, скажем так, громко что-то заявить, размахивать руками-кулаками, и на этом все закончится? Ну, судя по тому документу, который подписал Путин, тут есть как бы две, надо понимать, что есть две стороны. Есть формальная сторона. Формальная сторона направлена на то, чтобы правительство, поскольку это обращено Владимиром Путиным как президентом к правительству, чтобы правительство как бы разделило страны на две группы. То есть таким образом возникнет список, в отношении которых правительство должно помнить, что они недружественные, и поэтому, видимо, принимать какие-то, ну, в принятии каких-то экономических шагов или каких-то коммуникаций ориентироваться, так сказать, на эту недружественность. Это первый момент. Второй момент, вот, не очень значительный, связан с тем, что недружественные страны, их посольства не смогут принимать на работу российских граждан. Это, ну, достаточно абсурдная мера, с моей точки зрения. Но третий момент более важный. Дело в том, что когда в России принимают такого рода списки, да, там, иностранные агенты, нежелательные организации или вот сейчас недружественные страны, то независимо от первоначального замысла, как бы, как он оглашается, да, это начинает, ну, как бы, как снежный ком разрастаться. И даже, ну, там, трудно сказать дальше, поскольку депутаты Госдумы дальше начинают развивать эти, ну, списки и их, как бы, содержание, то ждать можно чего угодно, потому что если разделить страны на дружественные и недружественные, то Кремль, например, может сказать, что в отношении недружественных стран там не только ограничивается какой-то, какие-то виды, там, экспортно-импортных операций, но, допустим, и студенческий обмен или, там, какие-то культурные контакты, ну, или вводится какой-то особый режим, там, въезда-выезда в недружественные страны. В этом смысле слова очень трудно прогнозировать, потому что в последние, там, годы, особенно последние пять лет из Москвы приходит много таких радикальных и довольно абсурдных решений. Ну, вот Литву затронул, скажем так, этот момент, что ли, ли это волна, еще до этого недружественного списка, вы, может быть, слышали, миссия Сибирь, такая очень интересная инициатива, уже несколько лет она проводится в Литве, когда молодежь едет в места ссылки, где похоронены, где покоятся ссыльные из Литвы, кто был отправлен туда, значит, и перед Второй мировой войной, и войной, и после, и эту миссию пришлось закрыть, вот, именно по причине тех сейчас препятствий, которые появились, точнее, не сейчас, а гораздо раньше со стороны России. Возвращаясь вот к этому списку, Александр, скажите, пожалуйста, каково отношение чехов вот к этой информации, если оно вообще есть? Потому что в Литве, к примеру, ну, многие представители, как политической элиты и, там, обозреватели, журналисты, политологи, они такой, как бы, даже гордостью говорят, что вот мы на втором месте, почему не на первом в этом списке, то есть это почетно. Как относятся чехи к этому? Надо сказать, что, понимаете, совершенно явно заметно. Дело в том, что если бы российский МИД и Кремль не предприняли бы злобной встречной высылки, которая превосходила всякие разумные масштабы, то, наверное, реакция была бы другой, если бы Кремль промолчал, то, возможно, позиция чехов, я имею в виду в массовом смысле, в социологическом, качнулась бы там, может быть, даже в пользу симпатии к русским или к России, в том плане, что, так сказать, раз она не приняла резких ответных действий, то спасибо, и давайте дружить дальше. Но вчерашний опрос в самой массовой газете ИДНС, которая задала вопрос, жалеете ли вы о том, что Кремль объявляет нас недружеским государством, проголосовали в соотношении так, значит, полторы тысячи жалеют и десять тысяч не жалеют. Поэтому хорошо видно, что здесь в Чехии с огромным юмором, как обычно, относятся к подобным действиям Кремля или решениям, с некоторым такой, с очень большой чешской иронией, и, конечно, хорошо видят, что реакция Кремля совершенно неадекватна, как раз недружественна, и надо подчеркнуть, что на самом деле отношения тоже, как и у Литвы, у Чехии были уже осложнены до этого конфликта, потому что там, с одной стороны, президент Земен предпринимал различные попытки установить контакты с Москвой, и он выступал с такими пророссийскими заявлениями, но, с другой стороны, отношения ухудшались, это очевидно было. Так что здесь все с большим юмором относятся к этому конфликту, поскольку Москва угрожает, но, как говорится, чехам совершенно не страшно. Ну, в каком-то смысле, наверное, это совпадение, но вот если вспоминать ту известную речь Черчилля, в которой он сказал, что от Щетина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент был опущен железный занавес, и за этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Если мы пройдемся и посмотрим, что было дальше, это Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София, ну, сейчас туда Вильнюс, Ригу, Таллин можно, наверное, добавить, если вспоминать, опять же, этот список. И он в каком-то смысле здесь, ну, совпадает, что ли, с этими столицами и государствами. Этот же вопрос я задавал предыдущему собеседнику, политологу, литовскому Лаврину Суенавичу, задам его и вам. Вот то, что сейчас происходит, это можно называть холодной войной? Нет, я бы сказал, что квалифицировать как холодную войну это все-таки нельзя, потому что, несмотря на то, что возникает, ну, такой довольно глубокий конфликт и взаимная такая дискоммуникация между Москвой и Евросоюзом, ну, и, само собой, с Соединенными Штатами, то есть вообще с Североатлантическим Альянсом и с таким объединенным Западом. Но при этом надо сказать, что все-таки холодная война, она была другая, так сказать, типологически по масштабу, по остроте и по той стратегии, которую применяли в отношении друг друга два блока. Москва не может быть, как бы, таким участником холодной войны в силу, как бы, больших, разных обстоятельств, очень существенных. Время изменилось, и статус России, ее место в глобальной экономике, в глобальной политике, они изменились. Поэтому здесь, скорее, надо сказать так, что Россия самоизолируется, и мы видим хорошо, что она как-то, это, конечно, только метафора, но она движется в направлении такого статуса Ирана. Конечно, в отношении Ирана нет никакой холодной войны. Существует режим санкций, существуют переговоры, различные даже, так сказать, сделки вокруг иранской проблемы. Временами обострения очень сложно, так сказать, общество иранское разделилось, и оно, так сказать, там в значительной степени эмигрировало, другая часть там как-то адаптировалась. То есть, вот этот статус, примерно такое положение, вот к чему движет Путин Россию сейчас? Но сказать, что из этого будет вытекать именно холодная война, никак невозможно. Прозвучало в Европарламенте выступление Жозепа Борреля, в котором он сказал, что ничего обнадеживающего, хорошего, если говорить о динамике отношений с Россией, Европейскому Союзу ждать не стоит. То есть, это можно считать таким отрезвлением каким-то, что ли? Потому что мы же видим, что не все страны Евросоюза так солидаризируются с Чехией, как Литва и Латвия, Эстония или Польша. Это очень важный вопрос. Дело в том, что, как бы сказать, такое восприятие российской проблематики в Евросоюзе, оно в европейских странах и в целом в Евросоюзе и в отдельных странах, в целом на уровне стратегии оно оставалось инерционным. То есть, вот весь постсоветский период как бы установился определенный режим. И даже 2014 год, война в Украине, российская аннексия Крыма, да, они, конечно, привели к принятию санкций и к определенным резолюциям. Но если говорить о стратегии, то Евросоюз в целом и европейские страны не меняли стратегию восприятия постсоветской России. Теперь я думаю, у меня такое представление, Евросоюзу придется в течение европейским странам провести некоторую работу в течение года-двух, для того, чтобы понять, а как дальше вообще взаимодействовать с Москвой. Ведь настроения были такие. Ну да, Путин, конечно, ведет дело к созданию такой иллиберальной демократии, или там электорального авторитаризма в России. Но европейцы могли себе сказать, ну давайте подождем, это скоро кончится, потому что там, ну, 5-7 лет и кончится. Но после обнуления, после принятия новой конституции стало ясно, что это никуда не денется. Путин достраивает это государство. И это такая политика и такая степень конфронтации со стороны Кремля, она будет и дальше. Значит, соответственно, здесь требуется новая какая-то существенная обозначенная концепция, которая была бы ясна и для всех национальных правительств в Европе. В этом смысле слова я думаю, да. Да, у Евросоюза нет другого пути на ближайшие десятилетия, во всяком случае, дальше трудно прогнозировать, но десятилетия. Нет другого пути, кроме как выработать новое представление и о собственной безопасности в отношении Кремля и его действий. А также выработать новое понимание того, как вообще и по каким направлениям сохранять взаимодействие. Почему? Потому что, знаете, европейские гражданские организации или там академические структуры, они наработали огромный опыт взаимодействия с Россией, каждая по своим направлениям. Это касается и культурных контактов и всего остального. И все это машинально продолжается, в то время как оно машинально продолжаться не может. Это совершенно очевидно. Значит, требуется какой-то интеллектуальный пересмотр. Вот я думаю, что он будет. Как вы полагаете, это произойдет в рамках такого мощного европейского бюрократического аналитического аппарата или кто-то возьмет на себя из, возможно, лидеров каких-то стран роль ведущую в этом вопросе выработки этой концепции или какой-то доктрины? Здесь всегда есть три таких группы акторов, которые действуют в такой ситуации. Надо сказать, что ничего особенного мы сейчас не предлагаем. Это обычная вещь. Перед большими вызовами, с большими вызовами так вообще справляется отдельная страна и альянс стран. Поэтому здесь так бывает обычно. Да, существуют квалифицированные интеллектуалы, специалисты по внешней политике, которые хорошо помнят историю, дипломатии, внешней политики. Они предлагают, высказывают свои развернутые соображения о том, как это будет построено. И затем, разумеется, их высказывания, их концепции обсуждаются в медиа. В этом участвуют обычно колумнисты и политические обозреватели, правительства, а также члены международных комитетов, сенатов и парламентов. Это вот такой понятный механизм. Это будет происходить и на уровне национальных правительств, и на уровне Брюсселя. Неизбежно, на мой взгляд. До следующих встреч, до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова